Здравствуйте! В эфире программа ТВ ММК и я ее ведущая Галина Смирнова. Сегодня мы с вами вновь знакомимся с лучшими работниками Магнитогорского металлургического комбината. Побываем в лаборатории охраны окружающей среды, где старший лаборант химического анализа Екатерина Осипова расскажет нам, как брали пробы воздуха 30 лет назад и как это делается сегодня. Старший аппаратчик Аглацеха Дмитрий Коба покажет нам, как работает сероулавливающая установка. А в ЛПЦ-4 нагревальщик Александр Иванков проведет экскурсию у печей 100 на 2500 горячей прокатки. Отправляемся! Задача участка сероулавливающих установок – производить очистку агломерационных газов, которые образуются при производстве агломерата. Газ попадает в электрофильтр, где происходит его очистка от пыли. Процент очистки составляет 99%. После электрофильтра газ идет в скрубер, башню адсорбции. Здесь происходит процесс очистки от серы. Газ подается с нижней части скрубера, а в верхней идет орошение известковым молоком. Кальций связывает свободную серу и через дымовые трубы выходит практически очищенный газ со степенью очистки 97-98%. У нас работают лаборатории. Я произвожу отбор молока и, соответственно, они уже замеряют плотность и концентрацию кальция. Сколько в этом? Соответственно, я уже как 200 грамм на литр, я, допустим, уже реакцию даю. Дмитрий Сергеевич Коба – старший аппаратчик конверсии. Его задача – контролировать технологический процесс, отстраивать его в тесной связке с оператором поста управления. Также Дмитрий отбирает пробы из лескового молока, смотрит, чтобы оно было качественным, дает рекомендации по подаче молока на установке, смотрит за состоянием оборудования, регулярно следит за состоянием фильтров. У него в подчинении аппаратчик 4-го разряда, машинист пневмотранспорта и машинист насосных установок. Уже сам факт, что Дмитрий Сергеевич признан лучшим работником месяца, говорит о многом, потому что оценка производится не методом тыка, а по строгим критериям. Оценивается соблюдение технологического режима, умение работать с коллективом, смотрятся итоги работы за смену, а также соблюдение техники промышленной безопасности, работа без нарушений. Человек на своем месте, то есть знает технологический процесс, работает Дмитрий Сергеевич у нас с 2006 года, прошел, скажем так, от аппаратчика 4-го разряда, сам когда-то учился. Ну, судя по всему, обучаемый, воспринимает всю информацию, грамотный, грамотный специалист. С 2006 года работает и с 2010 года уже состоит в резерве на замещение РСС на время отпусков, болезней и всего прочего. То есть, как бы, Дмитрий Сергеевич достойный работник. Дмитрий в 2005 году закончил Магнитогорский индустриальный колледж по специальности обработка металлов давлением. Он поступил на работу в Аглоцех, параллельно учился в МГТУ. Работа в Аглоцехе, говорит Дмитрий, привлекла именно сложностью производства, а также возможностью сразу видеть результат своего труда – очищенный воздух. Да, действительно, я чувствую ответственность, какого качества воздух в городе Магнитогорске. А теперь о Магнитогорском воздухе поговорим чуть подробнее. В него от стационарных и передвижных источников поступают сотни разнообразных веществ в твердом, жидком и газообразном состоянии. Выбрасывается оксид углерода, взвешенные органические и неорганические вещества, диапсид серы, оксиды азота. Все это вещества, которые относятся к группе основных и присутствуют в атмосфере всех населенных пунктов. Они уже стали частью газового состава атмосферы. В состав выбросов также входит спектр специфических веществ, выбрасываемых в небольших количествах, но являющихся довольно опасными для человека. Такие, например, как сажа, соединение металлов, сульфаты, нитриты, сероводород, аммиак и другие. Количество выбросов от каждого источника не бывает постоянным и зависит от технологии режима работы предприятия и ряда других факторов. Значительный вклад в загрязнение окружающей среды вносит также городской автотранспорт. Численность которого постоянно растет. Регулярный мониторинг состава атмосферы – ежедневная задача работников лаборатории охраны окружающей среды. Екатерина Осипова-старший – лаборант химического анализа лаборатории охраны окружающей среды Магнитогорского металлургического комбината. В МГТУ училась под специальности промышленной экологии и безопасной жизнедеятельности. И вот уже пять лет ежедневно контролирует состояние атмосферы нашего города. В первое время было очень волнительно, потому что да, вроде в институте это все знаешь, но это все по теории, по книжкам, на картинках. А здесь те же очистные сооружения, они все огромные. То есть это, ну первое впечатление, это было очень интересно. Все цеха обошли, видели все своими глазами. То есть если многие работники работают по 30-40 лет в одном цехе и в других не бывают, то есть у нас такая профессия, что мы были почти во всех цехах, видели все переделы. Это очень интересно. День Екатерины начинается почти всегда одинаково. В специальном оборудованном автомобиле отправляется на взятие атмосферных проб. Для города Магнитогорска наш передвижной экологический пост уже не является новым автомобилем, который ездит по дорогам. То есть ежедневно и не по одному разу мы забираем концентрации, отбираем пробы, замеряем концентрации загрязняющих веществ в воздухе, атмосферы. Здесь в машине у нас представлены газоанализаторы, на которых мы видим концентрации в онлайн-режиме. То есть это альтернатива тому газоанализатору, который представлен в лаборатории, в музее нашем. И с газоанализаторов измерения стекаются в программу, где мы видим сразу, какая концентрация, ПДК, есть ли превышение, нет превышений. Те компоненты, которые мы не можем определить с помощью газоанализаторов, отбираются вот на такие поглотительные приборы, в которые залит определенный поглотительный раствор. И вещество, воздух проходя через этот раствор, оседает в этом растворе. И потом уже делается анализ в лаборатории. В лаборатории Екатерина готовит пробы и выполняет ряд сложных химических тестов, чтобы определить, в какой концентрации содержатся в воздухе те или иные загрязняющие вещества. Два года назад в лаборатории контроля атмосферы был закуплен новый атомный эмиссионный спектрофотометр с микроволновой плазмой, с помощью которого возможно определять почти все элементы химической таблицы Менделеева. Принцип работы основан на измерении излучения, который создается от вещества, от определенного вещества, своя интенсивность светового излучения. Данный прибор более совершенный, нежели был до этого в лаборатории. Позволяет очень быстро производить анализы, облегчает работу лаборанту. На вопрос о выборе профессии Екатерина смущается. Девушке не хочется говорить громкие слова, но так или иначе смысл один. Хотелось сделать хорошее дело для людей, приносить пользу. За этот промежуток времени Екатерина зарекомендовала себя как добросовестный, ответственный и высококвалифицированный сотрудник. Среди коллег она пользуется уважением и авторитетом. За этот промежуток времени Екатерина участвовала во множестве конференций молодых специалистов, занимала призовые места. Мы очень рады, что в нашем коллективе есть такой замечательный человек. Осипова не из тех работников, кто ждет условного сигнала о кончании рабочего дня. Для нее, естественно, сама мысль о том, что работник должен расти, совершенствоваться, получать новые знания и повышать уровень профессионализма. Именно поэтому каждый год участвует в научно-технических конференциях молодых специалистов. Причем защищает именно те темы, которые являются актуальными именно на данный момент времени. Так, например, в этом году работала с проблемой загрязнения атмосферы бензопиреном. Самый вредный это считается бензопирен. Он является канцерогеном, чрезвычайно опасный. То есть он накапливается в организме человека, влияет как и на иммунную, и на кровь влияет. Эмбриотоксическое действие оказывает на человека. То есть вот это наиболее опасный компонент. Данная проба отобрана 27 ноября с маршрутного поста, который находится в поселке Старая Магнитка. По хроматограмме мы отчетливо видим, что концентрация бензопирена не превышает предельно допустимой концентрации. Лаборатория охраны окружающей среды в следующем году встретит свое 30-летие. Понимая важность и сложность стоящих перед комбинатом задач по снижению негативного воздействия на окружающую среду, легендарный директор Иван Харитонович Рамазан подписал 11 мая 1989 года приказ о создании на комбинате Единой службы охраны природы. В лаборатории бережно сохранили свидетельства работы в тот непростой период становления. В нашем уголке представлен газоанализатор 80-х годов, с помощью которых производилось определение компонентов газа. Это кислорода, СО, СО2. Данный метод очень трудоемкий, занимает очень много времени. Все очень хрупкое. В эту колбу отбиралась проба, привозилась, транспортировалась проба. Далее газ взаимодействовал с определенным раствором. Вступая в реакцию, мы могли определить концентрацию данного компонента в пробе воздуха. Екатерина говорит, что в течение всего времени ее работы в лаборатории показатели загрязняющих веществ в воздухе неуклонно год от года снижаются. Дедушка рассказывал, что когда они жили на поселке Брусковом, снег за окном был черный. То есть он не успевал даже закрыть землю. А сейчас даже за окном на комбинате мы видим, что снег белый, и это радует. Белый снег – результат огромной работы, проделанной Магнитогорским металлургическим комбинатом за последние несколько лет. Выводится из строя устаревшее оборудование, реконструируются природоохранные сооружения на предприятиях первого передела. В новых цехах возводят самые современные комплексы очистки. Например, система аспирации литейного двора доменной печи номер 10 – огромный промышленный пылесос, который сократил выбросы пыли на 190 тысяч тонн в год. Строительство новой аглофабрики, оборудованной новейшими природоохранными комплексами, также внесет огромный вклад в очищение атмосферы Магнитогорска. По плану к 2025 году выбросы будут снижены втрое. На это будет затрачено порядка 22 миллиардов рублей. До 2025 года разработаны также проекты, направленные на улучшение качества продукции, повышение выхода годного. Так, например, полным ходом идет капитальное обновление стана 2500 горячей прокатки в ЛПЦ-4. Магнитогорский металлургический комбинат в феврале этого года подписал контракт с СМС-групп Германии на поставку оборудования для реконструкции чистовой группы клетей стана. После реконструкции ММК получит целый ряд дополнительных преимуществ. Будет расширен сортамент металлопроката, снижена себестоимость продукции и увеличена мощность стана с возможностью увеличения объема отгрузки на 500 тысяч тонн в год. Работники ЛПЦ-4 уже во второй раз принимают участие в такой глобальной реконструкции. Первая проходила в 2011-2012 годах. О том времени, когда были построены три высокопроизводительные нагревательные печи, хорошо знает старший нагревальщик Александр Николаевич Иванков. Александр Николаевич перешел на новые печи как раз в 2012-м, на самый момент строительства. Говорит, тут, конечно, работать сложнее, но и увлекательнее. Ну здесь интереснее, конечно, интереснее. Потому что все новое до сих пор мы еще осваиваем. Это не сразу. Где-то какие-то множества применяем, дорабатываем. Дорабатываем свое уже. На старых в плане управления там было проще. Все ручное. Больше, меньше. А здесь, конечно, посложнее. Молодежь приходит, а им три года пять это, наверное, учиться. Конечно. Слябы в цех поступают в открытых вагонах из кислородно-конвертерного цеха. Разгружаются мостовыми кранами. Ральгангами слябы транспортируются в зависимости от длины. Загружаются в печи в один, два ряда и в разбежку. Температура нагрева сляба в 1200-1250 градусов в зависимости от марки стали. Первая, вторая у нас предварительные зоны нагрева. Третья, четвертая, пятая, шестая – это зоны нагрева. Седьмая, восьмая зоны – это у нас предварительные выдержки. Уже 9-10-11 – это уже зоны выдержки, где металл, получается, он протомленно идет по всей своей оси, выравнивает температуру. Это связано с тем, чтобы при дальнейшей прокатке получить нормальный подкат. Фасад – это слябовая заготовка. Допустим, есть у нас, грубо говоря, от 20-40-50 градусов сама слябовая заготовка. До 150 – это холодный посад, считай, от 150 до 500 – это теплый, а от 500 градусов – это уже горячий. Ну и то есть и время нагрева сокращается. От степени и равномерности прогрева зависит конечное качество листа. Есть режим работы с особо ответственными задачами, когда время и температуру нужно выставлять в ручном режиме. Тут требуется немалый опыт и особое чутье. Ну, должен чувствовать, чувствовать работу печи. Как бы где-то вовремя добавить, где-то сократиться, ну, сократить, я имею в виду, по зонам, чтобы не получить какие-то дефекты. Такое чутье приходит, конечно, только с опытом. А он у Александра Николаевича солидный. Ранее работал на старых печах, где не было такой тотальной автоматизации. Приходилось определять температуру сляба чуть ли не на глаз. Видно же у нас там глиссажные трубы, как бы когда металл, он не прогретый, на нем видно полосы эти черные. А когда металл уже ровный, прогревается, ну, как сказать вам. Ну, видно, металл прогретый, он яркий такой, ну, без каких-либо пятен, там, равномерно прогретый. Сегодня печи Тынова с шагающими балками служат вместо шести устаревших печей толкательного типа, выиграв по ключевым параметрам производительность, качество, экономия ресурсов, экология, эстетика труда. Главное отличие от старых печей, то есть новые печи, здесь увеличена производительность печи, то есть 370 тонн одна печь может выдавать слябовую заготовку, это в час. Если на старых печах это было 100 тонн, а здесь, как я сказал, 370. Ну, и также автоматизация. Не только опыт позволил Александру Николаевичу заслужить звание лучшего работника месяца. В своей зоне ответственности он также является опытным наставником, обучает молодых сотрудников. Он хорошо разбирается в технологии нагрева металла, ну, то есть на него можно положиться. Отзывчивый, квалифицированный, с любыми вопросами к нему подходишь, если где-то что-то непонятно, он все разъясняет. Всегда подскажет, то есть поддержит. Интересно, что изначальный выбор профессии не всегда может оказаться верным. Спустя годы человек понимает, не его. А в случае с Александром Иванковым все наоборот. Человек в итоге оказался именно там, где нужен больше всего. Тогда, может быть, я еще не понимал там. Пришел, пришел. И вот даже не могу сказать, почему нагревальщика я. Ну, что-то, ну, что-то, ну, оператор, вальцовщик как-то. Ну, это, одессе, нагревальщик. Операторов, вальцовщиков много набирали. Нагревальщиков всего одну группу. Ну, так же, как и Столеваров, доменщиков. Ну, вот, выбор пал на нагревальщика. Ну, а сейчас здесь вот прирост. Когда наша съемочная группа приезжает снимать зарисовку о человеке, получившем звание лучшего работника по итогам месяца, мы по традиции всегда стараемся поговорить и с коллегами, что они скажут. Чаще всего ответы стандартные. Показал себя профессионалом, ответственный, отзывчивый. Но когда камера выключается, в личном разговоре люди открываются чуть больше. Так мы узнали, например, что Дмитрий Коба человек неразговорчивый, общается мало, но всегда придет на помощь, когда необходимо. Про Екатерину Осипову коллеги рассказали, что она очень переживает, когда во время неблагоприятных метеоусловий все шишки от гаража достаются именно комбинату. Хотя чаще всего на правом берегу в безветре трудно дышать именно от выхлопов автомобилей. Про Александра Иванкова мы узнали, что он отличный рыбак и в целом любитель природы. Вот такие моменты самые ценные. Так мы видим, что лучший работник – это не просто фамилия в приказе о награждении, а живой и настоящий человек со своими взглядами, ценностями и особенностями характера. Редактор субтитров А.Семкин